Важные заявления, которые касаются нападения на гуманитарный конвой в Сирии, сегодня вечером сделали в Министерстве обороны России. Как сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Коношенков, в момент атаки на колонну над этой территорией находился беспилотник, принадлежащий силам коалиции, которую возглавляет Америка. Установлены все детали, откуда взлетел аппарат, с какой скоростью двигался и сколько времени находился в этом районе. Вечером 19 сентября, именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3600 метров, со скоростью 200 км в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инжирвик. По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля воздушной обстановки, как беспилотный летательный аппарат типа «Предатор» «Хищник». Причем, данный аппарат зашел в район населенного пункта Урум-эль-Кубра, где находилась автоколонна за несколько минут до ее возгорания и ушел из района спустя около 30 минут. Хочу подчеркнуть, что, как и в случае с трагедией в районе населенного пункта Дерезор 17 сентября, когда в результате авиаудара коалиции погибло и было ранено более 200 человек, мы не делаем голословных выводов, с какой целью этот беспилотник находился в данной точке в нужное время и какие задачи там выполнял, знают только его владельцы. Поясняем. Данный тип беспилотников может не только мониторить обстановку, но и наводить наземные средства поражения, а также самостоятельно наносить высокоточные удары по наземным объектам.